Сложно попасть на прием, а в стационаре приходится самим покупать лекарства. Проблемы медицины сегодня озвучили ветераны в администрации города. Выслушать мнение пожилых приехал из замминистра здравоохранения региона. Очереди на прием к врачам, недостаток средств на лекарственное обеспечение и доступность медицинских услуг для ветеранов войны. Об этом сегодня шла речь на Координационном совете по здравоохранению при администрации Северодвинска. На встречу с ветеранами пришли главные врачи всех лечебных учреждений города и зам регионального министра здравоохранения. Ветераны озвучили проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди. Наличие очередей по оказанию медицинской помощи, то есть получение талонов на прием к врачу. Проблемы есть в лекарственном обеспечении тех категорий, которым законом гарантирована эта бесплатная лекарственная помощь. С лекарственным обеспечением, по словам медиков, действительно есть определенные проблемы. Сегодня они усугубляются повышением курса доллара и неизменностью суммы финансирования. В этом году первая горбольница выписала рецептов на 28 миллионов рублей. Эта же цифра запланирована на следующий год. Не все лекарственные средства отечественного производства, очень много даже лекарства, которые считаются отечественными, а ингредиенты импортного производства. У меня очень большие опасения, что вот те деньги, которые заложены и на дополнительное лекарственное обеспечение, и то, что мы в стационаре, в структуре тарифа используем, что нам их просто не будет хватать. Численность лекарственных категории граждан по середине составляет 6442. Лекарственные лекарственные отечественные города Северодонецка осуществляется как по федеральным, так и по региональным. Поставки товара осуществляются по заявкам в 6 тысячах учреждений. Еще одна из проблем, которая тормозит доступность медицинских услуг – нехватка кадров. Молодые врачи приходят не в дополнение к имеющимся сотрудникам, а на место уходящих на пенсию. По итогам встречи принято решение провести подобные разговоры на базе самих больниц и поликлиник. И уже там разобрать подробно индивидуальные обращения ветеранов. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.